Помнят о том, что с октября 1940 года по апрель 1941 года была Итало-Греческая война. Ну, есть Тройственный Союз, Германия, Италия, Япония воюют, готовы разделить мир. Германия готовится к войне против Советского Союза. И в это время решил половить рыбку в мутной воде Муссолини. Он же понимал простую вещь, что нахождение Греции вот в том статусе, в котором она есть, это Греция, потенциальный плацдарм для британских или американских войск, для последующей войны против гитлеровского рейха. Гитлеру как бы этот вопрос надо решить, и Гитлер все равно как-то будет его решать. Но тут кавалерийским наскоком, чего это у меня армия вдвое больше, чем у Греции, я их раздавлю наскок. А Греция дала отпор. В результате чего пришлось? В результате Гитлеру пришлось оккупировать и Грецию, и Югославию. А в результате этого на два с половиной месяца отсрочилась война с Советским Союзом. То есть напали не в конце апреля, а в конце уже июня. Это сдвиг. И это обрушило планы глобального предиктора, который стоял и за фашистской Италией, и за нацистской Германией, и за Великобританией, и Соединенными Штатами, развязывая вот эту войну. И эта система была готова. Гитлера подталкивали к войне, его заставляли начать войну против Советского Союза. В этой войне неважно было, кто побеждает. Побеждает система. И тогда же Трумэн сказал, мы будем смотреть, кто будет побеждать, и потом будем помогать тому, кто будет находиться в более бедственном положении. То есть кто будет проигрывать. Но своим желанием получить как можно больше выгод от этого вторжения и решив проблему полностью отсутствия континентального плацдарма для будущей атаки на ту же Германию и на ту же Италию через оккупацию Греции, в результате этого Муссолини во многом способствовал крушению планов вот такой войны. Повторяю, глобальщики не хотели проигрыша Советского Союза. Они хотели у Советского Союза произвести государственный переворот. Именно под этот государственный переворот свезли на 7 ноября 1941 года всех первых секретарей обкомов, крайкомов партии республиканских. И тогда, если бы Сталин согласился на предложение Жукову перенести командный пункт с западной окраины Москвы на восточную, все, это команда, по которой Сталин все слил, Сталина нужно арестовывать, государственный переворот, а там уже договор с Германией. На каких условиях кто как дальше будет существовать. Вот была цель у глобального предиктора. А не то, что Германия должна была завоевать все пространство, но и этим подавиться. Она бы и все равно подавилась, но только на других условиях. Вторая мировая социалистическая революция началась бы вот именно с этого момента. То есть Сталина устраняют, а потом победоносное наступление Красной Армии вплоть до берегов Ла-Манша и везде устанавливается марксистский режим. Вот это все рухнуло. И значительно вклад в это, в то, что рухнуло, это дурень Муссолини, который решил что-то сыграть. Я к чему вот это вот все рассказал? Вот чтобы вы понимали, что все государственные деятели, хотят они того или не хотят, они являются элементами большой системы. И даже на том уровне, когда им кажется, что они все просчитали и у них все получится, на самом деле они всего лишь пешки в чужой более мощной игре. Но при этом эта пешка может нарушить сценарий, в результате которого будут большие бедствия для его родной.